Вольский реставрация отдела истории Кривейческого музея завершена. Музей готовится к открытию. Из-за аварийного состояния здание культурного наследия было законсервировано на 11 лет. В 2019 году музей вошел в программу по сохранению памятников историко-культурного наследия, инициированного председателем Госдумы Вячеславом Володиным. 11 лет нашему музею не было возможности сделать реставрацию и провести это здание к современному использованию. Сегодня у нас осуществилась наша мечта. С 100-летнему юбилею нашего музея мы получили такой замечательный подарок. Здание не ремонтировалось почти полвека, поэтому в отделе истории ремонту подверглось все. От крыши до подвального помещения. Отремонтировали фасад и внутренние залы. При помощи инъектирования укрепили кирпичную укладку. Сделали новое напольное покрытие, восстановили своды, заменили окна и двери. Провели восстановление потолочных карнизов. Оборудовали санузел, которого ранее не было. Заменили полностью отопление, электропроводку. Сразу проработали вопрос о специальном музейном освещении. Смонтировали охрану и пожарную сигнализацию. На третьем этаже мы сделали специализированное фондохранилище с установкой пожаротушения газа. Теперь это фондохранилище соответствует и правилам, и нормам хранения музейных ценностей. Осталось добавить совсем немного штрихов, и музейные двери откроются для посетителей. Перерезать ленточку планируют уже в феврале 2022 года. Гости смогут не только оценить вновь воссозданное помещение, но и посмотреть на выставку реплик «Орудие труда и оружие человека. Эпохи камня и бронзы». Автор экспонатов – археолог, научный сотрудник музея Михаил Ким. Это копии предметов, которые найдены в нашем крае. Не только в Вольфском районе и Саратской области, но и в ближайших областях, прилегающих к нашей области. Это будут наконечники стрел, наконечники копий или полностью копий сделанные, различные луки. У нас подобная выставка уже была в Картинной галерее, но это было года три назад, наверное. И там было совсем немножко предметов, а за это время мы сделали еще больше. Поэтому уже она значительно расширилась и в временном плане этих предметов, и по территории распространения этих предметов. Конечно, приглашаю всех вольчан, всех своих друзей, знакомых и незнакомых, приходить на нашу выставку, обязательно посмотрите. В отделе истории позже планируют размещать экспозиции разных временных отрезков. Современная экспозиция отдела истории планируется разместить на трех этажах. Не полностью будет представлена история края от ревнейших времен до наших дней. В знакомстве с историей начнется экспозиция археологии, первопытно общинно устроенной территории края. А высказанные интерьеры будут отражать социально-экономическую и культурное развитие края, где подлинные предметы расскажут о различных слоях населения. Это дворянство, купечество, мещанство и также, конечно, крестьянство. Тематические комплексы предсмотрят развитие торговли, промышленности, сельского хозяйства. И, конечно, значимым местом экспозиции займут материалы войны 1812 года, потому что фонды нашего музея располагают уникальными экспонатами данного периода. Особое внимание будет посвящено Толобому вольству и будет также создана стена памяти героям Великой Отечественной войны. Также представлен будет советский период и закончится экспозиция последними событиями и современностями. Знаете, задача музейщиков, чтобы посещение этой истории стало не просто знакомство с артефактами, а все-таки это было путешествие во времени. В наступившем 2022 году хранители музейных ценностей ждет еще один масштабный ремонт. По проекту Вячеслава Володина, по сохранению культурно-исторического наследия, ремонт с элементами реставрации обновит здание картинной галереи. Это памятник регионального значения, дом купца Винькова. В этом году мы уже будем приступать к работам. Сейчас ведется кортировка необходимая и документы готовятся на акцион. Также в 2019 году полностью создан был проект и проведена экспертиза. В здании картинной галереи Вольского краеведческого музея планируется отремонтировать фасад, кровлю, провести внутренние реставрационные работы. По сохранению лепнины, паркета, оконных ран отремонтируют фондо-хранилища музея. Оксана Бедова, информационный центр «Вольская жизнь». Используйся на письме. Вольская жизнь!」 Субтитры создавал DimaTorzok